Итальянский актер Нинетто Доволли стал известен в нашей стране после выхода проекта «Невероятные приключения итальянцев в России», где он исполнил роль глуповатого, но симпатичного Джузеппе. Как же сложилась жизнь у актера и чем он занимается сейчас, об этом наше видео. Нинетто – настоящее имя Джованни Доволли. Родился он 11 сентября с 1948 года в Италии. Семья будущего актера не имела отношения к искусству. Отец работал на винном заводе, а мама воспитывала потомство, а также давала частные уроки. С раннего детства было понятно, что у Нинетто редкий комедийный талант. Конечно, все дети любят дурачиться и гримасничать, но Доволли делал это так искусно, что заслужил звание главного комедианта района. В 15 лет он уже случайно попал на съемки картины «Евангелие от Матфея» режиссера Пьера Пазолини. Молодой человек с густой кудрявой шевелюрой и смеющимися глазами очень понравился режиссеру, а в будущем он его постоянно приглашал в свои проекты. Можно смело сказать, что Доволе очень повезло, ведь он, в общем-то, никогда не думал о профессии актера. И если бы Пазолини не обратил на него внимание и не возвел в разряд любимых актеров, возможно, мир о нем бы и не узнал. Но так или иначе, в 16 лет молодой человек стал настоящей кинозвездой. С того момента в прокат ежегодно выходили фильмы с его участием. В 1973 году на советские экраны вышла очередная комедия Эльдара Рязанова «Нивероятные приключения итальянцев России», благодаря которой Нинетто стал популярным и в Советском Союзе. В картине он сыграл глуповатого, но активного кладоискателя Джузеппе. Озвучил роль Михаил Кононов. Нинетто активно снимался в кино до начала 80-х. За это время его фильмография пополнилась 25 проектами. Но вот когда режиссера Пазолини не стало, карьера его в кино скатилась на нет. Тогда он перешел на телевидение. Вернулся назад он только с началом 2000-х и удивил зрителям непривычно серьезными ролями. Так он снялся в криминальном фильме без всякой жалости и драме «Растраченные жизни». Что до личной жизни, то женат актер был два раза. Его первой женой была начинающая итальянская актриса. Но карьера ее не сложилась, как не сложилась и их семья. Жена часто ревновала до воли к успеху и в конце концов ушла. Детей у них не было. Во второй раз актер женился на художнице Патриции Доволи. Она немного известна в Европе своим эксцентричными и слегка странными работами. Супруги вместе до сих пор воспитали двоих сыновей – Пьера и Гвидо. Оба сына выбрали тоже творческие профессии. Сегодня Нинетте Доволи уже 73 года. Он продолжает принимать участие в различных проектах на телевидении. Отлично выглядит и прекрасно себя чувствует. А коллеги и родные отмечают, что с годами он совсем не поменялся. Он все так же любит шутить и всегда в хорошем настроении. Ну а мы на этом прощаемся и ждем от вас комментариев. Что вы думаете по поводу нашего героя, его жизни и творчестве? Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал.